Сейчас мы поговорим с вами о препаратах специального действия, которые являются не нутрицептиками, а скорее парафармацевтиками. Они принимают очень активное участие в детоксикации и освобождении организма от паразитарных форм инфекции, от вирусов, грибов, бактерий, паразитов, простейших и гельминтов. В системном очищении организма мы обязательно должны использовать эти растительные препараты или продукты для того, чтобы произошло своевременное безболезненное очищение организма от разных форм паразитарной жизни. Мы очень часто не знаем причину заболеваний и иногда думаем, что у человека просто какое-то заболевание бронхов, когда у него паранхиальная астма или какое-то хроническое бронхолегочное заболевание. На самом деле у человека в кишечнике живут грибы, гельминты, паразиты, лямблии или аписторхи. То есть все, что находится внутри нашего организма, скрыто нашему взору и мы только по внешним каким-то признакам или по системным данным пытаемся определить и точно выставить диагноз. На самом деле в организме человека живут огромное количество паразитирующих форм. И вот одна из целей системного очищения избавить человека от этих паразитирующих форм. Причем, когда мы начинаем чистить человека, мы не всегда знаем, где что живет. И для нас является огромным сюрпризом то, что отходят огромные клубки глистов, что выходит большое количество зараженной слизи или отходят какие-то, скажем так, паразитарные формы, названия которых мы даже зачастую не знаем. Безусловно, гельминтология, паразитология это очень сложные науки. И человек, который решил просто почистить организм, иногда может получить в виде сюрприза отхождение очень даже серьезных паразитарных форм. Коралловый клуб, безусловно, за эти годы собрал совершенно потрясающую уникальную коллекцию антигельминтных, антивирусных, антибактериальных, антигрибковых продуктов. Мы сейчас об этом немножечко поговорим. Я попрошу поставить первый слайд. Первое действие, которое нам необходимо в системном очищении организма, это противогельминтное действие. У человека живут около 150 видов гельминтов, но никто не знает, у кого какие гельминты живут. Обследоваться на гельминтов достаточно сложно, потому что есть, например, глисты, которые вообще не размножаются в нашем организме, не выделяют свои яйца. Это очень распространенные глисты, например, они называются таксокары. И в этом случае мы практически никогда не можем правильно поставить диагноз. И вот системное очищение организма нужно именно для того, чтобы эти паразитарные формы покинули наш организм. Я расскажу вам про три продукта, которые имеются в линейке в коллекции международной компании Коралловый клуб, и которые мы пользуемся этими продуктами в течение 15-17 лет, в разных странах, в зависимости от начала работы Кораллового клуба. Самый лучший продукт, который имеется в мире для дегельминтизации, самый простой, самый безопасный, самый, скажем так, легкий в применении, это лист черного ореха. Черный орех это семейство ореховых, но именно этот орех обладает совершенно потрясающим антипаразитарным, антигрибковым, антивирусным действием. В его листьях содержится удивительное вещество, которое называется юглон, которое обладает достаточно сильным действием на паразитов, на бактерий, на кандид и на другие паразитирующие формы. Также имеется большое количество танинов. Танины это вещества, которые обладают способностью парализовать различные формы жизни. И продукт является совершенно безопасным для организма. Наоборот, в нем содержится витамина С больше, чем в лимоне, и у него ярко выражены тонизирующие действия, то есть он способствует тонизации нервной системы и приведению ее в состояние активности при различных паразитарных формах. Листья черного ореха применяются для лечения экзем, для лечения псориазов, для лечения различных фурунколов, карбунколов, угрей, кожных заболеваний, а также для лечения туберкулеза. Потому что этот юглон способен вызывать угнетающие воздействия на стафилококки, стриптококки и эффективен при микозах и кандидозах. Форма листа черного ореха в таблетках раздозирована таким образом, что в одной таблеточке содержится 487 мг. Это достаточно высокая доза. И взрослый должен употреблять две таблетки два раза в день. Ребенок до трех лет одна таблеточка в день, а с трех до десяти лет это по одной таблеточке два раза в день. Этого будет достаточно для того, чтобы гельминты, такие как острицы, такие как аскориды, таксокары, может быть даже широкие свиные цепни или ленточные черви покинули наш организм. Причем лизь черного ореха не обладает таким горьким вкусом, например, как пижма или полынь. Он не обладает никакими серьезными побочными действиями и он очень мягко вызывает элиминацию гельминтов. Продукт снижает сахар в крови, он способствует тщению поджелудочной железы и, кроме того, он регулирует обмен веществ и эффективен даже при острых респираторно-вирусных заболеваниях. Этот продукт используется очень давно уже в натуральной медицине и он доказал свою эффективность. Продукт Апистоп это продукт совершенно другого класса. Это серьезный продукт, который разработан с учетом всех самых последних достижений и он содержит совершенно замечательные вещества. Во-первых, он содержит кору осины. Кора осины по своему составу является горечью горечи. Это самое горькое вещество и кора защищает осину практически от всех паразитов, от грибов, от мхов, от лишайников и даже раньше такая казнь была сажали на осиновый кол, потому что он практически не гниет в воде. То есть это очень серьезное свойство коры осины. Кора осины применялась в традиционной медицине издревле и она решает очень серьезные проблемы. Она может, например, помочь при рассасывании аденомы предстательной железы, потому что очень часто аденома имеет бактериально-вирусно-природно-грибковый вот этот вот характер. Поэтому Апистоп не только осину содержит, он содержит плоды шиповника, что обладает желчегонным действием. Он содержит корень солодки. Корень солодки это иммуностимулятор, который способствует во время очищения поднятию иммунитета. Он содержит экстракт длинного перца, то есть горького перца. И при помощи вот этих капсицинов, которые содержатся в перце, он обладает добавочным противовирусным действием. А также он содержит тысячелистник, пижму и другие вспомогательные компоненты. Основной особенностью Апистопа является то, что он действует не только на половозрелые формы гельминтов, но он способен уничтожать даже цисты лямбли. И лямбли это достаточно сильные простейшие микроорганизмы, которые поражают печень человека. И вот проникая через устье прямо в личинку, он способен уничтожать. Но есть еще более серьезный враг. Это Апистархоз. Это рыбные черви, которые питаются прямо непосредственно клетками печени. Вывести их можно только при помощи очень-очень серьезных антибиотиков, которые вместе с Апистархами, конечно же, разрушают печень. Это трихопол и другие самые сильные антибиотики, которые обладают разрушающим воздействием. Так вот, Апистоп безболезненно проникая в половозрелые усыпи и в личинки Апистархов, он уничтожает их. И плюс за счет желчегонного действия он еще способствует элиминации этих паразитов из печени. Очень мягкая, очень сильная, очень, скажем так, безопасная. Я бы сказала так, что это одна из самых не токсических паразитарных, один из самых не токсических паразитарных препаратов. Обладает также укрепляющим, общеукрепляющим действием и восстанавливает метаболизм. И третий продукт, это еще более совершенный продукт, который называется парафайт. Если лист черного ореха содержит один ингредиент, Апистоп содержит 5-6 ингредиентов, то парафайт содержит огромное количество ингредиентов, больше 10. Обратите внимание, что туда входит? Безусловно, туда входит лист черного ореха, поэтому нет необходимости использовать одновременно лист черного ореха, например, и парафайт, как вы часто очень делаете. Туда входит уже лист черного ореха. Правда, не 475, а 150 миллиграмм, но это тоже достаточно много. Туда входит кора вяза ржавого. Ржавый вяз – это тоже достаточно, скажем так, устойчивое растение, которое не поражается мхами, лишайниками и различными грибами. Туда входит околоплодник черного ореха, еще 45 миллиграмм. То есть околоплодник черного ореха обладает еще более сильным действием, чем сам лист черного ореха, потому что, так же как перегородки вот этих околоплодников, они содержат максимальную концентрацию юглона и других веществ, которые способствуют элиминации паразитов. Сюда входит пижма, сюда входит гвоздика, горячавка, слово какое – горячавка. То есть вообще изгонение паразитов из любых органов нашего организма происходит только при помощи горечи. И вот есть такая трава, которая называется просто горячавка. Сюда входит ромашка, которая снижает воспалительные процессы. Сюда входит тмин черный. Черный тмин является универсальным лекарством в Египте всех времен и народов. Масло черного тмина используется практически наравне с антибиотиками. И египтяне знают толк в этом масле, потому что оно безболезненно вызывает очень серьезные антибактериально-вирусно-грибковые процессы. Причем не имея при этом абсолютно никаких побочных эффектов. Сюда же входит корень алтея. Для снятия спазма в желудочно-кишечном тракте и облегчения выхода паразитов сюда добавлена мята. Но также тимьян, это чабурец, шалфей и душица. То есть формула на самом деле многокомпонентная. Каждая из этих веществ обладает само по себе уникальным воздействием. А совмещенная в хороших дозах от 20 до 150 мг получилась очень мощная противопаразитарная формула. Все три формулы воздействуют на гельминтов, на личинки гельминтов и на, так сказать, половозрелые формы, вызывая не смерть этих гельминтов, а безболезненную элиминацию в живом виде. Поэтому в системах очисток первое, что мы должны применить, обязательно один из каких-то противогельминтных препаратов. Опять же, у вас появится свой опыт использования. Если это ребенок, безусловно, нужно взять попроще лист черного ореха. Если это беременная женщина, если это тяжелый больной, может быть, онкологический, которому нужен детокс, да, то лучше всего, если это будет просто лист черного ореха. Если это какая-то сложная хроническая форма кожного заболевания, то лучше всего это будет апистоп. Если это заболевание печени, суставов, то есть какие-то хронические серьезные инфекции, вплоть до болезни Бехтерева, да, то, конечно, лучше использовать более комплексную форму парафайта. Вот на самом деле у нас будет еще, так сказать, изучение отдельно всех противогельминтиков паразитарных растительного происхождения, потому что без применения этих продуктов все системы очищения не имеют никакого смысла, потому что ни один человек не может знать, кто где у него живет, и зачастую в 90% случаев это является для человека сюрпризом. В следующем отрывке мы поговорим с вами о противовирусных и противобактериальных продуктах. Продолжение следует...